Всем огромнейший привет из Минеральных Вод и добро пожаловать в мой влог. Ну что, друзья, спускаемся по трапу. Мы прилетели, все отлично. Погода теплая. Интернациональный аэропорт Минеральные Воды. 99 лет исполнилось в этом году Минеральным Водом аэропорту, так что все прекрасно. Ну что, друзья, вышли мы, значит, из аэропорта. Солнечно. Часы перевелись на московское время. В Магнитогорске мы живем плюс 2 часа. Соответственно, здесь утречко. Вылетали утром, прилетели здесь тоже утро. Но здесь значительно теплее, чем у нас. Где машина? Вот за будкой. А, да? Вот, вызвали машину в Яндекс. Едем. Куда-то едем, короче. Едем. Вам же все равно, куда ехать. Поверьте. Куда-то едем. Друзья, смотрите, какой вокзал в Минеральных Водах. ЖД. Здесь какой чудесный паровозик. Молодой человек, вы что-то прям вообще, вам глаза уже светят. Вы солнце видите. Смотри, тут даже собаки расслабленные. Тут все расслабленные. Мы, может, тоже уже начнем расслабляться. Потому что мы все-таки в отпуске. О, да, на этом. Можно сейчас отъезжать. Там ножка есть пониже. Садись, мальчик. Я тебя покатаю. Что, сфотографировать? Ну, я тебя сейчас покатаю. Значит, тут такая небольшая площадь. Парк. И сам вход в вокзал. Сейчас пойдем купим билет на электричку. Местные собаки. Собаки на активированные. Местные. И вход в поездом кассы. Это мы тут в дворике. Значит, на перроне, так скажем. Смотрите, здесь как красиво. Фойе я вам поснимала. Максим решил ободрать чемодан. Навести марафет. Здесь розы, розы. Перроны, розы. Станция. Станция к поездам. Станция к поездам. Прибытие, отправление. Жизнь перрона. Друзья, так солнечно и многолюдно. Как вы думаете, где мы? А мы, друзья, с вами в Кисловодске. Какая прекрасная погода. Как все волшебно. Слушайте. Уже нужно очки доставать солнцезасидные. В общем-то, мы с вами отлично начали этот день. Требуем его продолжение. Требуем его продолжение. Бесконечно. Так, ну что, друзья, мы с вами заходим в парк. Пока шла тут каштаны и сыпется просто. Если вдруг кто не видел, как выглядят каштаны, ну мало ли. Ну мало ли, как вариант. Так, мы с вами, в общем-то, сейчас находим парк. Тут такая булочка с магазинчиками. И будем двигаться в сторону Нарзанной галереи. Она уже открылась. Пойдем пить с вами минеральным водичком. Да, 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 да. Именно так. Чебурашки сильно сливаются. Дай тихо, словосы, что-то нет. Наверное, везде чебурашек продают. Почему-то. Загрите вонюшку. Да? Фотографируются с чебурашками и продают. И вот опять какие-то... А, вон большие чебурашки стоят. Октябрьские ванны. Да. Октябрьские ванны. Что-то... Как-то хочется уже это... Лечение. Лечение. И вас вылечит, друзья. Не только в октябре, не же октябрьские. А, не только в октябре. Понятно. И вас вылечат. И всех вас-то уже, да, называется. Так, ну вот она как раз-таки Нарзанная галерея. Мне очень много. Мне очень много. Значит, здесь у нас есть доломитный холодный, доломитный теплый, сульфатный холодный, сульфатный теплый мне очень понравился по вкусу, общий холодный, ну и там дальше источники, в общем-то, повторяются. Картины на стенах, вы видите, прям красиво, все мраморик, картины, я как-то вам уже снимала два года назад, мы отдыхали в санатории Металлург в Визентуках, я вам снимала Кисловодск, но это было все по-другому, в 22-м году. И вот он, самый источник. Смотрите, как красиво! Сейчас заселимся и вернемся. Смотрите, какая старая часть дома. Домов вам все. Вот это? Тут я зон и Валберис. Так, ну что, друзья, мы тут плавненько заселились, у нас вот такой вот номер, тут уже немножко расположились, с большими окнами. Постройка 1902 года. Да ладно. Да, серьезно, я там прочитала на двери, написано, дверями не хлопать, постройка 1902 года. Там что-то, в общем, кто-то тут еще у нас летает, господи. Тут можно окна открыть. Ох ты, окна открываются. В общем, выгоним того, кто у нас летает. Вот. Так, Максим уже тут гладить куда-то собрался идти. Так, тут что у нас? Душ. Ну, в общем, как и есть. Там шкаф с постельным, с принадлежностями. И тут вешалки мы уже тут повесили. Ну, в общем, вот. Сейчас, он сказал, погладится, соберется, и мы пойдем есть. Куда тут собрались пойти есть, пойдем. Тут кавказская кухня. В общем, туда хотим. Да? Кавказскую кухню. Ну, да. В столовой кухне, в санатории, да, есть. Погадаем, столовая, классная. Столовая, классная. Это вот в этом здании большом, вот это вот. Ну, ладно, все, сейчас обезьяндусь. В общем, давай, где-то здесь проходи. И, это, Мари, пойду поглажу, что-то гладить собрался. И пойдем, в общем, кушать уже, потому что хочется есть. И пойдем, друзья, гулять. Так, ну что, друзья, голодные, значит, туристы решили поесть. Нашли тут вкусненькое местечко. Набрали всякой-всячиной. Максим, тут даже и сладенькое решила. Красный бархат, наверное. Да? Ну, в общем-то, я решила по супику, по салатику. И по ляке, ну что. И кофейку, конечно же. Ну, Максим решил посерьезно. Маму котлета с яйцом какая-то. Хочется горяченького после самолета просто вообще. Ну что, друзья, мы вкусно покушали. Сейчас мы уже около колоннады. Вот там за спиной купили экскурсии. Завтра мы едем с вами в Северную Осетию, потому что мы там не были. Если вас интересуют Дамбай, Чигет, Чечня, Эльбрус, все есть на канале. А мы едем в Северную Осетию, город мертвых и все остальное. Потому что мы с вами там еще не были. Вот, купили экскурсии. Экскурсия стоит на человека 4,5 тысячи рублей. 9 тысячи экскурсия плюс по 750 рублей с человека. Это еще полторы тысячи надо. Не знаю на чем. Может, мы туда пойдем, где галерея, где картины красивые. Тут не знаю, еще очередь на машинке. Мы пойдем гулять. Я хочу догулять до долины роз. Я вам говорила как-то в видео о том, что хочется попасть в Кисловодск, в долину роз, когда розы цветут. Пойдем вот с вами посмотрим. Вот. Так что, видите, мечты исполняются. Мечты имеют свойство сбываться. Так что, друзья, мечтайте. Сему говорила, снимай деньги наличными. Потому что здесь, на Кавказе, в Чечне, в Крыму нужны наличные. Мне не послушал. Сказал, я сниму там-то, там-то. Но до туда еще мы не доехали. Ну что тебе сказали, есть где банкомат? Здесь андимагнит. Там, где магнит, есть какой-то банкомат. Вот. Хорошо. Пойдем через колоннаду, может быть. Хоть бы посмотри. Чего? Наташ, когда это обратите. Сфотографироваться там, где написано. Кисловодск-2024. Ой, здесь картины, картины. Ой, как красиво. Что-то я не знаю, увидел. Что-то я не знаю, увидел. День добрый. Так, ну что, смотрите, нашли мы тут тамбуканская грязь. И тут же почта России. Почта, телеграф, телефон, министерство связи, РСФСР. Лепочка-то какая. Вот. Красотища, да? В парке тут все. Где? Маленький. 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 Нет, попался. Здесь я был. Хорошо, пошла. Я? По этим. Куда пошла? По магазинам. Ну что ли? А-а-а. В прошлый раз я, оказывается, когда по магазинам ходила, все колечко здесь купила в Кисловодске. На 8 марта мы были. Точно. Вот. Ты, значит, здесь гулял. А я думаю, что такое? Что такое? Спускаемся. Друзья. Тут что, еще и купаются? Или просто загорают? Ну, здесь очень красивые фотографии. Мы вот не сфотографировались, а вообще красиво. Тут народ еще много. Самый большой парк в Европе. В Кисловодске. Это, кстати, гектар. Вот и плотно. Классная погода. Такое бабье лето, да? Приятно. Да, и ветерок как бы и не жарко. Да, и не жарко, и не холодно от ветра. Смотрите, как эффектно посажены клумбы. Сочетание цвета. Фото не сможешь, верно, все объемно. А на фейере все в плоском. Не видео, не фото не передают этот эффект, конечно. Абсолютно. Очень красиво. О, девчонки, венок спели. Из листьев. Класс. Тоже здесь красиво. Да, дорога? Угу. Что золото? Ну, вот мы, друзья, с вами наконец-таки дошли. И до долины роз. Шли-шли, и наконец-таки мы дошли. Называется... Вчера еще сидел на работе, а теперь уже в долине роз гуляешь. Вот так вот. Сюда выпивается. Посмотрите, что там растет. Олейка тут такая красивая. А там долина роз розы высаженная. В виде роз и лавочек. Значит, пойдем туда, да? Что-то цветет. Что-то просто пустиками. Светет мало. Мои, друзья, с вами в Крыму видели больше, лучше и краса. Уже не то время года. Может, он там желтый. Пойдем к желтым. Мы просто не в сезон попали. Так-то, наверное, тут круто. Друзья, мы вообще выслышали, да? У всех одинаковые мысли. Мы, наверное, просто не в сезон с вами опять попали. Слушайте, а, друзья, насколько можно приезжать сюда и все не в сезон. Когда-нибудь мы уже в сезон с вами попадем, а? Красиво, спасибо. Ну, красивые. А остатки сладкие. Друзья, смотрите. Пампанелло-то. Сойдет. Как красиво. О, вообще. Потрясная. Потрясная. Пампанелло называется. Тоже Пампанелло? Ага. Ну, вот там она тоже цветет. Какие-то уже обрезанные. Да. Прям вообще смотри, какие бутончики. Я вот очень люблю розы. А Настя-то вот нет. АНастя-то вот. Ну и мы сейчас туда пойдем в беседку, да. Там розы будет видно, да-да-да, но здесь тоже красиво. Так, друзья, ну что, мы поднялись на самый верх, видно саму розу, здесь все сфотографируются, здесь такие получились красивые у нас фотографии, очень класс. Друзья, вообще уже расслабилась, вам уже не снимаю. Вагончик приехал, а я говорю, а что ж я вам-то не снимаю? И вот здесь высадка, посадка и потом по... на гору, на гору, на гору, на гору и туда. Там смотровая площадка, покатались и обратно. Максим спрашивает, друзья, что ж за ажиотаж? Это вот такая вот очередь. Вам видно, нет? Очередь. И еще продляется вот сюда, чтобы покататься на этом вагончике. Не знаю, что ж за ажиотаж. Да, точно. Не знаю, сколько это стоит, но ажиотаж колостальный. Так это же не орелы. Вот орел! Часовая прогулка, там нижний и верхний парк, там гуляем. Это орел, это павли, это сова и еще один павли. Ну что, друзья, мы догуляли с вами до каскадной лестницы. Вот она вот так идет и спускается вниз. Здесь такая вот ротонда и каскадная лестница вниз вдоль Кулум. Получается красивая. Очень красивый вид на горы, на храм. Ну, очень сложно все передается, понимаете? Вот как-то так. Смотрите, какая красивущая осень. Осень красивый. Смотрите, как навсегда. Аминь. Субтитры делал DimaTorzok Так, ну что, друзья, мы пришли снова, снова день уже, в общем-то, подходит к своему завершению, мы пришли снова пить водичку, оздоравливаемся пока в Кисловодске, поэтому надо-надо пить, завтра мы едем на экскурсию в Северную Осетию, как вы уже поняли, надеюсь, вы не пропустили, так что завтра будет много всего интересного. Заходим в Нарзанную галерею, сейчас купим за 5 рублей стаканчик, там стаканчики тары продают. Ну что, мы нагулялись, нагуляли много километров шагов, затарились. Была газированная, теперь она взорвется завтра на экскурсии, будет шампанское у нас. Вот, все спрашивают, газированную, не газированную, говорит, ой, она газированная, я говорю, ну ладно, теперь будет шампанское. Вот, мне кажется, сейчас взорвется она, мать ее раздула. Нет, ну да, ты не придумывай. В общем, тут с нами рядом прям пятерка, магнит, мы вот только вышли из парка, буквально тут чуть-чуть, и вот уже такая старая часть города. Здесь вот разные кафешки, у нас здесь мечеть. Завтра здесь вот, где нам сказали, около мечети, нас в 5.55 утра, друзья, забирают. Едем в Северную Сити. Три часа езды, сейчас мы покажем, какие улочки. Какие улочки, домики, домики на горах. А мы вот в этом доме, где написано, сдаются номера. Вот сюда входим. Здесь же, здесь парк. Отель Амира. Вот мечеть. Буквально. И вот на противоположной стороне, где они нам сказали стоять-то. А вот. Тут кулинария. А тут мы едем и не останавливаемся почему-то. А вот. Так что. 1902 года здание, в котором, вот как я вам сказала, Валдерис и Озон. Вот тут. Доходный дом, наверное, какой-то был, видите, со своим выходом. Вот там вообще дворик внутри. 1902, потом 1917-2017. Не знаю. Я тут говорю, доходный дом какой-то, наверное, был, скорее всего. Какая-то гостиница. Что-то такое. Вот во-любому. Ермолова, 14. А вон там ниже, ниже, ниже парк. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я обнимаю вас очень крепко. Целую. Говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. Субтитры подогнал «Симон»!